22 апреля по всей России, в том числе и в Славянском районе, стартовала гражданская акция «Георгиевская лента». Тогда же и начали работать передвижные боксы по сбору средств в помощь ветеранам. Сегодня, 1 мая, в Славянске-на-Кубани, по улице Красной, состоится торжественное открытие акции. Она продлится до 9 мая. Впервые патриотическая акция «Георгиевская лента» была проведена в 2005 году. Тогда было распространено 800 тысяч ленточек, в 2006 – уже более миллиона. В прошлом году двухцветный символ победы развивался на одежде, антеннах автомобиля, детских колясках, был повязан на руку практически каждого жителя нашей страны. В этом году юбилейная акция масштабна как никогда. Более 20 миллионов ленточек раздадут во всех 85 регионах России и ещё в 70 странах мира. Цель акции неизменна во все времена – не дать забыть новым поколениям, кто и какой ценой победил в самой страшной войне в истории человечества. Кем мы гордимся, о ком помним. Официальное открытие патриотической акции в нашем районе дал глава Славянского района Роман Синеговский. Хочу сказать, что память о Великой Отечественной войне, она передаётся из поколения в поколение. К сожалению, время неумолимо бежит. Всё меньше и меньше на улицу в День Победы выходит ветерана Великой Отечественной войны. Это живые участники истории, которые передают нам память о Великой Отечественной войне. Но мы всегда помним о них. И вот в дань уважения к нашим ветеранам Великой Отечественной войны я предлагаю вам присоединиться к участию в акции «Георгиевская ленточка», прикрепить ленточку поближе к сердцу. И, как говорится, этой лентой мы выразим своё уважение к нашим ветеранам, скажем им спасибо за наше счастливое небо над головой, за то, что у нас с вами есть сегодня возможность трудиться, воспитывать своих детей и заниматься благоустройством нашего города и района. История «Георгиевской ленты» уходит в далёкий 1769 год. Именно тогда императрица Екатерина II учредила орден Святого Георгия. Вручали его тем, кто проявил мужество и героизм на полях сражений. Цвета ленты – чёрный и жёлто-оранжевый – означают дым и пламень и являются символом вечной доблести солдата. «Сегодня в такой праздничной, торжественной обстановке, праздник мира, весны и труда, мы открываем стационарный пункт, который будет работать все праздничные дни, вплоть до 9 мая, где можно прийти и получить Георгиевскую ленту – символ победы». Но главное в акции – это не только сопричастность к подвигу предков, но и возможность оказать помощь ветеранам. Принимая ленточку из рук волонтёров, каждый желающий может сделать добровольное пожертвование для краевого ветеранского госпиталя. В прошлом году славянцы собрали более 160 тысяч рублей. В нынешнем году планируется раздать более 15,5 тысяч георгиевских ленточек в нашем районе. Всего же по России – более 20 миллионов штук. Впрочем, почти для каждого, кто принимает участие в акции и прикрепляет на грудь символ победы, это связано с личной историей семьи, которую помнят и которой гордятся. «Для нас это святое. У нас воевали все прадеды, деды. Для нас это очень большой праздник. Мы гордимся. Спасибо им за то, что мирное небо над нами. Всем здоровья оставшимся. Всем спасибо и низкий поклон». «Это как символ победы нашей страны в Великой Отечественной войне. Я прикрепила ее, потому что я патриот своей страны, я люблю свою страну. Я рада, что наша страна победила в Великой Отечественной войне». «У нас знак патриотизма. Не забываем про победу, то, что победу дали, нашу нам жизнь дали. Почтим, помним». Георгиевская лента – это символ памяти и уважения. Прикрепить ее к своей одежде – это значит сказать «Я помню, я горжусь». Станьте и вы активными участниками акции. Пусть в эти дни улицы нашего города, станиц, хуторов, сел пестрят тысячами георгиевских лент. Пусть этот символ славы войдет в каждый дом. Пусть внуки и правнуки – герои Великой Отечественной войны ощутят свою причастность к победе и гордость за нашу Родину. Мы помним ваш подвиг, солдаты Победы. Мы гордимся вами».